Ежегодно 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. Сотрудники этого ведомства ценой своего здоровья, а иногда и жизни спасают от пожаров тысячи людей. Их подвиг является бесценным. Но не только трудовыми буднями наполнена жизнь спасателей. Они умеют и красиво отдыхать. Именно поэтому по инициативе сотрудников Брестской областной филармонии было принято решение возродить старую традицию и провести бал, главными героями которого стали работники МЧС. Насладиться живой камерной музыкой, станцевать на мраморном полу классический полонез, мазурку и венский вальс под ярким светом золотых люстр смогли все пришедшие на торжество. 25 июля отмечается День пожарной службы. И пожарной службе уже 161 год. То есть корни пожарной службы уходят очень далеко в прошлое. И мы впервые решили провести такое мероприятие, как бал. Бал для работников городского отдела по чрезвычайным ситуациям с супругами в бальных платьях, восстановить такие старые традиции. Это впервые, и я думаю, что это будет очень интересно. В старые времена балы – это было место общения, встреча старых знакомых, завязывание новых знакомств. И это было место свободного общения. Сегодня, когда мир такой суетлив и беспокоен, людям, наоборот, хочется каких-то церемоний, внимательных отношений, знания этикета. И поэтому молодежь очень живо откликнулась. Если первый балл было нам немножко интересно проводить, но трудновато, боялись, а как у нас получится, а мы будем танцевать, а получится, то сейчас очень легко откликнулись работники МЧС. В зале областной филармонии царила особенная атмосфера. Под звуки оркестра ведущий начал мероприятие с представления каждой пары, вошедшей в зал. Впереди ожидал торжественный момент награждения за заслуги в профессии. Праздничное настроение создавала и живая музыка, которая просто обязывала к элегантным манерам и аристократичному поведению. Нарядные пары вальсировали по просторному залу довольно уверенно, и это не случайно. Накануне бала состоялась не одна репетиция, на которых офицеры со своими спутницами смогли отработать все танцевальные па. Подобное мероприятие проходило впервые, и это свидетельство того, что люди помнят старые традиции и возвращаются к ним. Такие встречи вносят в повседневную жизнь свежие краски и заряжают энергией. Поэтому можно быть уверенным, что и в будущем молодое поколение заинтересуется участием в современных балах. Молодежь как-то отошла от истории. И даже спрашивают, что это за дом в городе Бресте, что это за памятник в городе Бресте, они не знают. И возрождение старых традиций и идти к прошлому, это для современной молодежи актуально, потому что знать прошлое свое, знать, как жил город, какие были мероприятия. Принимаю участие первый раз, надеюсь, что очень все понравится. Я считаю, что для молодого поколения очень важно окунуться в историю и принимать участие в этих мероприятиях. Танцы были важным элементом дуарянского быта. В старые времена их роль существенно отличалась от современных взглядов на подобные мероприятия. К сожалению, сегодня многие традиции офицерства утрачены. Но проведение бала в Бресте – еще один повод вспомнить о них. Ведь военные традиции воспитывают молодежь, создают ту неповторимую атмосферу, в которой росли старшие поколения офицеров. Торжественный бал в Бресте прошел по всем старинным правилам. Офицеры в парадных мундирах и дамы в вечерних нарядах танцевали под живую камерную музыку. Как приятно, что сегодня подобное событие вызывает очень много внимания. Будем надеяться, что подобные мероприятия будут привлекать все больше и больше желающих.